Каждый день – это новая жизнь, и лучше начинать её во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы. Интересные гости и комментарии от экспертов. Утро на радио «Спутник в Крыму». По будням с 7 до 10. С нами вы начинаете день подготовленными. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбираться, почему это происходит, и каковы причины после новогодней хандры, и можно ли от неё избавиться, есть ли такие действенные методы. Обо всём об этом в ближайшие минуты со специалистом, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии Крымского федерального университета. Юлия Евдокимова у нас в гостях. Юлия Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Сложная история. Очень затяжные были выходные, хорошие выходные. Крым и хорошие погоды порадовал. Первые дни января, потом чуть погода испортилась. Но, тем не менее, я думаю, отдых состоялся в том или ином виде у тех, кто в Крым приехал и кто здесь живёт. Как без вреда для нашего эмоционального состояния настроиться на рабочий, и, что ещё самое важное, на учебный лад? Вот у нас такой двойной удар сегодня произошёл. И на работу, и на учёбу надо выходить. Ну, как специалист в сфере психологии отдыха, о которой мы часто с вами говорим, могу сказать, что парадоксально, наверное, но можно из состояния праздника и не выходить. Можно его отстрочить. Каким образом? Ну, вообще, в принципе, мы знаем, что у нас страна праздников. Именно в нашей стране праздников много. В дореволюционной России, я специально посмотрела, было около 30 праздников. В основном, конечно же, церковные. В этом году нас ждут тоже 30 праздников, 30 выходных дней. Это помимо наших законных выходных, субботы и воскресенья. Да, это помимо наших законных выходных ещё 30. То есть, уже нас может порадовать тот факт, что целый месяц практически в этом году... В общем зачёте. Да, в общем зачёте нас ещё ждут праздники. И хотите откроить такой маленький секрет для наших слушателей? Есть одна волшебная фраза. Конечно же, это не крибли-крабли-бунс, а эта фраза для меня это праздник. Выпал снег? Для меня это праздник. Щенок утром разбудил раньше, чем обычно, облезал, да, требует прогулки по такой не самой лучшей погоде. Для меня это праздник. То есть, интересная новая рабочая задача, включаем нашу волшебную фразу. Для меня это праздник. Конечно же, это очень сложно радоваться. Как мы знаем, есть другие эмоции. Злость, грусть. Конечно же, злиться и грустить гораздо легче, чем радоваться. Но, в принципе, если мы научимся радоваться тому, что с нами происходит... Ну, я иногда даже шутю. Да ты уже проснулся, глаза открыл живой. Уже можно этому порадоваться. Если не получается, то мы просто откладываем этот праздник. Что значит откладываем праздник? Ну, назначаем себе какую-то дату. Причем к этой дате можно готовиться. Ну, впереди, допустим, есть даты очень близкие, да, праздничные, к которым тоже можно уже начинать сейчас готовиться, чтобы не испытывать... Старый Новый год, впереди, как минимум, крещение, потом. Старый Новый год, да, мы ждем, крещение, день влюбленных, 23 февраля, 8 марта. А, в конце концов, самый главный праздник для нас это лето, да? Можно ждать, как всегда, ожидания крымчан. То есть вот вы сейчас как раз рекомендуете в этот сложный такой выход из новогодней радости посвятить планам на будущее и концентрации внимания на мелочах, обращая на них внимание более как-то подробненько, и расценивая их как тоже что-то радостное, произошедшее в нашей жизни. Да, для начала просто не зацикливаться на такой фразе, как, ну все, праздники закончились, начинаются будни. Это вообще убираем фразу. Да, эту фразу мы вообще убираем. А потом, если мы не можем найти в календаре себе какой-то день такой праздничный, общий для всех, мы его себе, в принципе, можем назначить. День вкусного пирога, день уюта. Очень часто суть праздника сводится к тому, что мы должны его с кем-то разделить. И вроде как, если это мой личный праздник, то этот праздник не настоящий, да? Все мировое человечество должно в обнимку радоваться. Водить хороводы какие-то вокруг елки. Но всегда же можно найти того человека, который с тобой разделит этот праздник. Ну уж день вкусного пирога, я думаю, найдется легко. Да, это могут быть соседи, это могут быть друзья по Фейсбуку, в конце концов, коллеги прекрасные люди, да, с которыми мы как раз сегодня встречаемся. Наверняка очень многие соскучились друг за другом. Ну и любые, любые, собственно говоря, люди. Ну и вторая проблема, вот как раз она тоже связана непосредственно с тем, о чем мы с вами говорим, это проблема постотпускного, постпраздничного синдрома, связанная с укладом нашим, с образом жизни. Да, вот объясните, почему же мы так страдаем? Не только ли это с работой связано, на которую надо идти, или с учебой, или есть еще какие-то факторы? Я, кстати, здесь еще добавлю, что 18 января этого года, 2021, это третий понедельник января, и он считается самым грустным днем в году, это считается самый депрессивный день в году. Это тоже можно отпраздновать. Когда-то еще в 2004 году британский психолог вывел эту формулу, он рассчитал самый депрессивный день в году, причем он там несколько факторов учитывал. Погодные факторы, недостаток солнечного света из-за короткого светового дня, и психологически вот эта постновогодняя история в том числе, он сюда добавлял и несоблюдение новогодних обещаний. То есть вот то самое чудо, в которое мы верили, якобы уже через три недели наступает понимание, что чудо-то особого не произошло, а мы так сильно в него верили, и вот здесь вот депрессия. И есть и вполне приземленные вещи, это экономический фактор, например, срок оплаты по кредитам на праздничные покупки. Ну это нам говорил британец, у нас может быть этот фактор чуть-чуть не такой, но это тоже влияет, потому что зарплату получили еще в начале месяца, уже ее потратили, и вот к концу месяца тут еще и такие реальные экономические сложности. Как мы вот это все суммируем, можем все-таки все это понять и как-то вот с позитивчиком выйти? Да, безусловно, такая проблема есть. Иногда это называют постпраздничная тревога, это иногда и депрессия, и апатия. О чем это? Это очень во многом про перемены, особенно в Новый год. Мы загадывали желания, мы провожали старое, мы ожидали новое, мы связывали Новый год с новыми хорошими событиями, изменениями. Вот он настал, да, настал этот Новый год. Где перемены, которых мы ожидали? Где действительно те чудеса? Где? Опять же, та же работа, те же люди вокруг, та же самая зарплата, разочарование. Вот разочарование как раз это самый главный враг, который к нам подкрадывается именно после новогодних праздников, вот особенно новогодних. Как с этим можно бороться? Не ожидайте ничего, да, чтобы не разочаровываться потом. А так нельзя, это Новый год, это правила игры. Как бороться с разочарованием и отсутствием загаданных перемен? Очаровываться и меняться. То есть мы находим в себе какие-то новые рецепты, чем же мы можем очароваться в этой жизни. Возможно, это будет новый рецепт утреннего кофе. Может быть, мы себе долго обещали начать свой день с утренней зарядки. Это тоже может быть то, чем можем очароваться самим собой. Я сильный, я смог, вот здорово. Вот какой же я теперь буду замечательный. Что мы собирались там прочитать еще прошлой весной? Доставайте эти книги из окрамов. А может написать какое-то письмо, вот такое настоящее, бумажное, да, своим каким-то друзьям или близким. Это вы сейчас как раз говорите о реализации планов, это вот этот новый день. Причем без наполеоновских планов, да, из пустого маленьких шагов. С чистого листа что-то начать. Да, очаровываться и изменяться. То есть все, что в наших силах мы можем сделать, это, собственно говоря, отношения наши сами с собой. Мы прекрасно понимаем, да. Лишних 15 килограммов. Да, безусловно, конечно. Вера в Деда Мороза никуда не денется. Но на самом деле у современного человека есть не только постпраздничная депрессия, но и праздничная депрессия. И если говорить про индивидуальные особенности, безусловно, у каждого из нас свои индивидуальные особенности. Кто-то достаточно быстро адаптируется, ну, например, к режиму дня новому, когда мы спали больше, и вдруг, здравствуй, работа, здравствуй, школа, нам необходимо раньше подняться. Кто-то действительно более адаптивный. Кто-то, в принципе, не тревожный человек. У него нет ни личностной тревоги, ни ситуативной тревоги. Поэтому, безусловно, распространять на все человечество какие-то негативные моменты, связанные с выходом из отдыха, из праздника, тоже нельзя. Но, опять же, у каждого, там, разная внутренняя культура и разная толерантность к алкоголю. А вот про алкоголь вы сейчас сказали. Это тоже влияет на наше состояние? Вот те, кто им злоупотреблял, ну, будем надеяться, не злоупотреблял, а, может быть, чуть-чуть больше употреблял, чем обычно, он будет себя хуже чувствовать с этого понедельника рабочего? Да, безусловно. Еще одна проблема, связанная с праздниками, это влияние алкоголя на нашу психику, на наше поведение. Что происходит? Самокритика наша падает, комплексы наши улетучиваются, самооценка резко идет вверх, мы какое-то время легкие, веселые, безбашенные, красивые, сексуальные, готовы танцевать кан-кан. Да, кто-то первый раз в жизни садится на шпагат. И блещем остроумием, нам кажется, что все прекрасно, мы смелые, как герой, вот который из служебного романа, помните, который ухаживал, выпил коктейль, да, и начал ухаживать со своей прекрасной начальницей. Новосельцев. Новосельцев, да. То есть, действительно, алкоголь влияет. Но тут опять же все будет зависеть от нашей внутренней культуры. То есть, есть люди, как мы прекрасно понимаем, которые под воздействием алкоголя все равно не будут себе позволять такого, чтобы потом с тоской смотреть в глаза своим коллегам, хотя мы знаем, что праздничные корпоративы это отдельная песня. Хотя в этом году их тоже не было. Как же дальше жить? Расцениваете как жизненный опыт и ошибки, над которыми потом надо работать. Возможно, согласны здесь с вами, все эти методы действительно, но о каких-то, конечно, раньше надо было думать. Если алкоголь так на вас влияет, то надо было выводы определенные делать еще до праздников. Сейчас, наверное, уже поздновато, но можно сделать выводы на следующий год как вариант. Да, безусловно. Выводы вообще очень полезная вещь. Ну и как нам входить в рабочие годы? Ну, опять же, постепенно. То есть, я уже говорила о том, что надо постепенно отсрачивать себе уход праздника, создавая какие-то ожидания нового праздника. И вот эта вот проблема, опять же, вхождения в новый какой-то ритм, ну, в обычный наш рабочий ритм, ее, конечно, лучше начинать решать заново. Сейчас, возможно, уже и поздно делать какие-то рекомендации. Ну, чуть раньше лечь, шампанское заменить соком, просмотреть рабочую почту, набросать какие-то планы. Когда мы вышли на работу, опять же, пытаться действовать в согласии с этим искусством маленьких шагов, когда постепенно-постепенно убираем на рабочем столе, да, обсуждаем с коллегами какие-то планы. Потому что, если мы сразу же поставим себе какие-то наполеоновские задачи, то чаще всего это действительно ввергнет нас в новый виток депрессии, потому что, ну, действительно, наш мозг разгоняется постепенно. Да, и все эти проблемы надо решать постепенно. Обмен впечатлениями с коллегами. То есть, от простого к сложному, это самый главный принцип. Можно попросить руководителей сейчас с этой недели как-то, может быть, чуть-чуть более лояльно относиться к сотрудникам, дать возможность им больше времени проводить друг с другом, там, за чашкой кофе, не только в обеденный час, но и, возможно, там, полчаса где-то выкрой до обеда или после обеда. Это пойдет только на пользу. Да. Ну, и, ко всему прочему, основа любой деятельности – это мотивация. То есть, важно создавать себе позитивную мотивацию. Это касается и работы, безусловно. Думайте о том, что вам нравится в своей работе. Ну, согласитесь, за такие длительные праздники очень многие соскучились за своей работой, да? Уже, действительно, они уже ожидали, да? Уже гладились какие-то костюмчики, в которые мы пойдем там на работу. И вот эта вот позитивная мотивация, всегда же ее можно найти. Ну, редко, когда человек прям совсем так категорически не любит свою работу, что не может найти там абсолютно никаких плюсов. Юлия Александровна, а вообще связана вот вся эта постпраздничная унылая тоска, она с самим Новым годом? Потому что мы обычно этой темы касаемся всегда в начале января. Только ли это из-за того, что январские новогодние праздники, они более длительные по своему периоду или нет? Я вот так анализируя, вспоминала, что у нас ведь еще и майские бывают, выпадают таким образом, пасхальные дни накладываются на 1, 2, 3 мая. Иногда бывает тоже очень длительный период для отдыха, там по неделе, а то и больше. То есть фактически тот же период. Но о депрессии почему-то мы говорим именно зимой. Вот в мае никому не приходит в голову мысль, что мы выходим на работу и можем столкнуться вот с этим депрессивным состоянием. Это именно Новый год так влияет? Ну вот мы, в частности, уже с вами об этом поговорили, о том, что от Нового года мы ожидаем перемен. Если перемены не случаются, то, безусловно, Новый год имеет свою специфику. Я, кстати, недавно смотрела, кто-то из депутатов предложил законодательную инициативу, чтобы новогодние праздники были короткими, ну, допустим, там, 31 по 3. А вот майские как раз праздники укомплектовать таким образом, чтобы они были более длительными. Он это обосновывал таким образом, что, по крайней мере, на майские праздники хорошая погода, мы можем поехать на дачи, да, и там праздники будут проходить. А трудотерапия это лучшее вообще, лучший отдых. Да, трудотерапия это прекрасно, да. То есть если на новогодние праздники мы, в основном, ходим друг к другу, там, едим, пьем, да, ну, вот они специфические такие новогодние праздники, то вот как раз майские длинные, они бы нас не ввергали, не в депрессию, не выпалили. И для ремонта, и для картошки. Да, возможно, это даже не такая плохая инициатива для Крыма, в частности, например, да, не всегда нас погода так радует на Новый год, как было в этом году. А вот на майские, да, мы готовы, наверное, встретить их на природе, на маёвочках. Ну, а влияет ли я, вот ещё к чему подвожу, вот эта вся новогодняя атрибутика. Мы с вами в предыдущий раз как раз общались на тему предновогодних ожиданий, почему у нас в 20-м году так рано стали украшать дома и ёлки, мы уже в ноябре, да, кто-то и в конце октября уже видел празднично украшенные дома и витрины. Влияет ли вот эта вот ещё вся такая новогодняя атмосфера на то, что когда она резко уходит, то у нас и праздник, получается, в душе тоже куда-то исчезает? Ну, безусловно, среда всегда влияет на человека, спора нет. Даже южные люди отличаются от северных в зависимости от пейзажа, который нас окружает. Ёлка, безусловно, это тоже наш такой пейзаж, да, это бытовые ритуалы. И, наверное, часто же мы даже весной уже шутим, кто выбросил новогоднюю ёлку, да. Мы максимально стараемся задержать этот праздник в нашем доме, хотя, вот честно говоря, я как человек, который любит лето, я вообще, в принципе, зимой впадаю в такое полудепрессивное состояние от этой погоды. Я уже готова ёлку на самом деле разобрать, но детские ожидания, думаю, не дают это делать. А как ещё можно с этим справляться? Ну, вот смотрите, новогодние ритуалы, они же особенные, а всё-таки это ритуал дарения подарка в том числе. Поэтому, в принципе, если нам уж так дорог этот праздник, а мы не хотим из него выходить, давайте просто продолжать эти ритуалы. Да, ну, мы так и делаем, в принципе, да, Рождество у нас, потом там Старый Новый Год. То есть давайте дарить друг другу вот эти подарки. Пусть это будут символические какие-то подарки, пусть это будет улыбка, какие-то слова поддержки, добрые пожелания. Да, это тоже продлит вот эту вот атмосферу добра, родственности. А, кстати, ещё тоже хотела сказать, что Новый Год, он ещё чем особенный? Это, наверное, единственный праздник, когда всё человечество объединяется в едином порыве, желает друг другу счастья. Да, мы звоним даже тем людям, которых там не слышали годами, да, мы готовы говорить им добрые слова. Вот как раз суть вот этого праздника в единении. Поэтому тоже это состояние можно в себе поддерживать, ну, не жалеть, да, друг для друга каких-то добрых слов. Хотя в общем мировом масштабе это уже сделать нереально, кроме как в Новый Год. Ещё очень есть один интересный контекст в празднике. Это контекст такой некого сравнивания, как ты провёл Новый Год, а как его провёл кто-то другой. Вот давайте тоже об этом несколько слов. У нас сейчас очень развиты социальные сети, в частности, есть такой Инстаграм, где каждый может делиться своими мгновениями из жизни. И, ну вот, иногда здесь тоже в моменте сравнения ты можешь где-то проиграть. Да, безусловно. Тоже мы об этом с вами уже говорили на передаче «Предновогодний». У современного человека есть не только вот эта постпраздничная депрессия, но и праздничная депрессия. Когда мы сравниваем свой отдых с отдыхом лиц из телевизора, с отдыхом инстаграмщиков, у нас не так, да, не так ярко, не так богато, не так весело, всё, праздник не удался. Что с этим делать? Ну, опять же, искать свою собственную уникальность, свои рецепты. Мы уже с вами говорили про то, что найти свой уникальный способ, свой уникальный рецепт, правила, да, по которым именно ты празднуешь. И пусть тебя радует тем, что ты отличаешься. То есть быть уникальным, находить свою собственную идентичность, даже свои ритуалы какие-то создавать, наверное, даже важнее, чем сравнивать себя. Чем копировать полностью отдых. Возможно, кому-то тоже повысит самооценку, что вот я провел не так, как остальные. Хотя это, конечно, тоже невротическое всё. Сравнивать... Сравнивать, может быть, не надо, но здесь вопрос подготовки, конечно, тогда готовьте уже. Здесь надо уже с умом подходить. Не просто спонтанный какой-то отдых. Хотите какого-то эксклюзива, тогда готовьтесь к нему заранее, обдумывайте, где вы ещё не были, или какой-то там маршрут, который ещё никому не знаком, да пусть он будет вашим. Потому что если слишком тщательно готовится, то мы можем в большинстве случаев столкнуться с нереалистическими ожиданиями. То есть мы-то запланировали, что это будет вот так, вот так, вот так, да, я буду самая красивая, это будет вау-вау. А пошло не прокладно. Мы сталкиваемся с реальностью. Поэтому, ну, должна быть какая-то, наверное, золотая середина. Безусловно, планировать надо, потому что, ну, современный человек вообще без этого не может. Вообще это большая проблема, выход из длительных новогодних праздников? Или это больше такой вопрос, ну, лёгкий, больше поговорить, обсудить, и вот так оно плавно всё нивелируется, дальше туда в февраль, в февраль и в март уходит плавненько, и всё становится хорошо? Ну, по сравнению со всеми остальными проблемами, это точно не самая главная проблема. Но, опять же, зависит от психологического типа каждого. А людей приходится вытягивать просто из этой истории, или не так часто? Вы знаете, ну, например, к психологам чаще даже обращаются не с проблемой выхода из праздников, а, ну, как бы это сказать мягче, ну, с теми косяками, которые человек натворил во время праздников. Потому что очень часто люди, как ни странно, во время праздников семейные пары ссорятся. Потому что кто-то ожидал одного, кто-то ожидал другого, кто сколько денег потратил, а вот я тебя отвёз, я там вложился в этот праздник, а ты не была настолько весела, насколько я ожидал, ну и так далее. То есть тут примеров можно множество приводить. То есть вот проблема, ну или, например, там человек ожидал, что он встретит Новый год с кем-то близким, да, у того изменились планы и всё. Жёсткое впадание в депрессию, ну как же так, я же планировал именно таким образом, а вот он не смог. То есть есть ряд проблем, безусловно. И от наших индивидуальных особенностей, ну, от психотипа, да, ну, опять же, от тревожности, от той же самой, от степени адаптивности будет зависеть очень много. То, что это носит какой-то прям массовый такой безумный всемирный характер, ну, скорее нет, чем да. Да мы сегодня больше о взрослых говорим. Детям проще в этом контексте. Или им тоже тяжело? Детям выходить из каникул тяжело. Может быть, даже тяжелее, чем нам. Ну, наверное, каждый работник садика, воспитатель скажет вам, в пятницу мы вам отдавали нормальных детей, в понедельник, после субботы и воскресенья. Это какие-то другие дети приходят, да. Вот детям, как ни странно, они действительно более адаптивные существа, чем взрослые. Но, тем не менее, они склонны больше, ну, смиряться с тем, что уже происходит. И встраивать это как шаблон достаточно такой вот жесткий. Ну как же, ну все, ну ты же мне дарила подарки. А давай будет опять Новый год, давай опять поставим елку, часто говорят дети, да. И у нас опять будет праздник, ты мне опять подаришь подарки. Поэтому, ну, это вообще, в принципе, другой образ восприятия вот этого праздничного мира. Тогда нам давайте вместе с детьми нам придется все-таки работать чуть-чуть над тем, чтобы этот период немножечко скрасить для себя. Делаем вывод, Юлия Александровна, буквально 30 секунд остается. Что делаем? Мелочам радуемся, работе радуемся, ищем позитивные моменты. Волшебная фраза — это для меня праздник. Да, то есть праздник, который всегда со мной. То есть фактически твое существование на этом свете — это уже очень большой праздник. И для тебя, и для окружающих. Поэтому просто продолжаем этот праздник внутри. Вообще психология праздника, она прекрасно, богата. Я думаю, мы еще посвятим этому какую-нибудь передачу. Обязательно. Спасибо, Юлия Александровна, за то, что пришли к нам в студию. Я напомню, в гостях у нас была Юлия Евдокимова, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической Академии Крымского федерального университета. Благодарю вас еще раз и до свидания. Всего доброго. Будь с нами онлайн. Подписывайся на страницы РИА Новости Крым ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Ютуб. Здесь самые ключевые новости региона, яркие фото и захватывающие видео. Читай, комментируй и лайкай. Ждем тебя прямо сейчас в аккаунтах РИА Новости Крым. РИА Новости Крым.